МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бийская восковая часть 34-84 отмечает 65-летие со дня основания. Что входит в задачи бойцов, обязательно расскажем. Бийск против Барнаула и два сокола на льду прогресса. На ледовой арене проходит хоккейный матч. Тревожный звонок сегодня утром поступил в одно из образовательных учреждений города. Неизвестный сообщил по телефону о том, что Бийская гимназия номер один заминирована. У находящихся внутри есть 30 минут на эвакуацию, а затем повесил трубку. Мы сразу же действовали по алгоритму. Нажали кнопку экстренного вызова, сообщили в полицию, сообщили в ФСБ и позвонили своему непосредственно учредителю. Росгвардия приехала в течение 1-2 минут всего лишь навсего. Сразу же сообщили нам о том, что необходимо детей всех эвакуировать. Мы детей всех эвакуировали. 830 детей и 60 сотрудников гимназии были эвакуированы на достаточное расстояние от образовательного учреждения. После этого на месте работали кинологи с собаками. Информация о минировании не подтвердилась. Было сделано заключение о том, что поступивший звонок ложный. Обучение гимназистов первой смены было приостановлено. Во вторую смену уроки продолжились в прежнем режиме. Маршрут из двух пятерок популярный у Биичан и проблемный для перевозчиков. 55 маршрут вновь недоступен пассажирам уже на протяжении нескольких месяцев. Напомним, с 1 декабря движение автобусов номер 55 «Кристалл» в воскресенье был обновлен по измененной схеме. В течение лета из-за ремонтных работ на городских улицах перевозчик корректировал движение. На данный момент 55 полностью прекратил движение. А в администрации города пояснили, что это связано с ремонтными работами на улице Разина. Автобусы не выйдут на маршрут, пока ремонт на участке не завершится окончательно. 12 миллионов рублей потребуется для ремонта культурно-спортивного центра в Заречной части Бийска. Однако, когда это произойдет, зависит от включения объекта в краевую программу. 95 лет назад активная молодежь, которая работала на льнокомбинате, решила, что им нужен клуб, в котором можно будет проводить свой досуг и праздники. Так и появился сначала совсем небольшой клуб текстильщиков, а в 1981 году клуб текстильщиков стал домом культуры. С 2001 года это культурно-спортивный центр. Бийчане неоднократно обращали внимание властей на состояние фасада здания, которое пришло в упадок. В администрации города уточнили, что проблема на контроле. Проектно-сметная документация на капремонт фасада разработана. Получила положительное заключение. Необходимая сумма для проведения ремонтных работ более 12 миллионов рублей. Работают над тем, чтобы включить данный объект в краевую адресную программу для ремонта. Такое сообщение пришло из мэрии. Неиспользуемые участки, самовольные постройки и серые схемы. В республике Алтай озвучили предварительные результаты массовых проверок земель. За месяц выявлено более 80 фактов нецелевого использования. Итоги межведомственной работы обсудили на заседании рабочей группы. Подробности в сюжете. По документам земля сельхозназначения по факту отели, гостиницы и базы отдыха. Месяц назад в республике Алтай дали старт массовым проверкам использования земель. Проверено больше 330 участков. На 87 из них как раз такие случаи. На заседании межведомственной рабочей группы, созданной по поручению главы республики Андрея Турчака, подвели первые итоги. 87 нарушений в использовании земельного участка, ответственность за которые установлена в статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Все акты направлены в управление налоговой службы по республике Алтай. По 242 земельным участкам выявлено наличие признаков неиспользования земли в категории сельскохозяйственного назначения и направлены акты в управление Россельхознадзора для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Большое количество нарушений выявлено в Майминском районе. Так, в Усть-Мунинском сельском поселении обнаружена неработающая база отдыха, которая принадлежит гражданину Германии. Выявлены объекты, принадлежащие гражданину недружественного государства ФРГ Фокману Маркусу Юргену. Мало того, что ФРГ поддерживает фашистский режим Зеленского и предоставляет оружие наемников для убийства наших граждан, в том числе жителей республики Алтай, так еще участок используется не по цивилизовому назначению и фактически заброшен. Неиспользуемые участки земельной спекуляции и самовольной постройки. Список нарушителей уже пополнили база Катунские пороги, турбазы Глобус, Юность, лагерь Пилигрим и другие. В последнем зафиксировано больше 40 нарушений. Объект, который изначально принадлежал муниципалитету и создавался как детский оздоровительный лагерь, был передан в частные руки соответствующим соглашениям. Его законность поставили под сомнение. Можно так сказать, что есть время жестких решений, вплоть до сноса таких объектов, по которым выявлены нарушения. Давайте мы ту информацию, которую сейчас вы огласили, дополнительно проанализируем, проработаем. И совместно с блоком Антона Черникова на следующей неделе выйдем на конкретное решение. Особое внимание землям лесного фонда. Да многие из них на сомнительных правовых основаниях выделялись крупным предпринимателям. Как подчеркнул вице-премьер Александр Прокопьев, такой подход к использованию государственного имущества недопустим и преступен. Напоминаю, что в соответствии со статьей 38 лесного кодекса лесные участки могут предоставляться безвозмездное пользование исключительно в целях собственных нужд. Еще раз подчеркну, для собственных нужд они для осуществления принимательской деятельности. Исключить серые схемы, вернуть земли, которые не используются или используются не по назначению, чтобы передать их в руки ответственных арендаторов и собственников. Муниципальный контроль, Росреестр, Россельхознадзор, ФНС и другие структурные ведомства. Проверки ведутся на всех уровнях. Наша главная задача – навести порядок в земельном вопросе и установить прозрачные правила работы. При этом нарушителям мы даем возможность исправиться, но в случае отказа от полноценной легализации мы будем готовы к жестким мерам, вплоть до сноса объектов. До конца года на предмет законности проверят больше 6,5 тысяч участков, общей площадью 27 тысяч гектар. Недобросовестных предпринимателей ждут серьезные последствия. Олеся Бедарева, Кристина Чернова, Илья Питков, Будни. Немного рекламы, не переключайтесь. Готовьтесь к холодам заранее. В магазине «Ермак» новая коллекция качественных теплых курток и пуховиков уже в продаже. Митрофаново, 35, остановка вокзал. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама, узнаешь ты. АЭС «Финанс» узнал «Передай другу». Сбережения до 20% годовых. О-о-о-о! Мы с тобой земляки, мы с тобой земляки. Приглашаем вас на концерт Евгения Росса и Марины Селивановой. Город Бийск. Городской дворец культуры. 3 ноября в 18 часов. Вас ждет настоящий праздник хорошей песни. Проникновенные голоса, качественный живой звук в сопровождении группы «Раут» и теплая душевная атмосфера. Подарите себе незабываемый вечер на концерте Евгения Росса и Марины Селивановой. Билеты в косах города. Приходите. 6+. Обновленные 5000 рублей вышли в оборот. Алтайский край стал одним из первых регионов, где появились 5000 купюры нового образца. По цвету новая банкнота идентично старой, но теперь она изображает достопримечательности Екатеринбурга и Урала. На лицевой стороне новой банкноты «Стелла» Европа-Азия – оборотный памятник сказ об Урале. Купюра была презентована в 2023 году, но потребовалось время на адаптацию банкоматов. Банкноты старого образца, выпущенные в 1997 году, из обращения выводить не планируют. Они будут ходить на ряду с новым еще на протяжении нескольких лет. 27 октября 1959 года в Бийске была сформирована военная часть 3484. 65 лет личный состав этой части стоит на охране оборонных объектов города. Сегодня к юбилею вручили грамоту от президента и боевое знамя. Кроме этого, в торжественный день для семей военнослужащих, кадетов и всех бийчан прошла демонстрация техники, стоящей на вооружении в части. В мае 1962 года... Центральное событие для военных части 3484 прошло на сцене Дворца культуры БОС. К юбилею было вручено боевое знамя. Это настоящая воинская реликвия. Командир части 3484 Саслан Дзецоев получил ее из рук генерал-майора Александра Певцова. Боевое знамя – это символ воинской чести, доблести и славы. Оно является свидетельством боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Служит напоминанием военнослужащим о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Войсковая часть 3484 стоит на защите Отечества 65 лет. Сформирована она была в Бийске в конце 50-х. В то время в городе активно развивались предприятия оборонно-промышленного комплекса. И им нужна была охрана. Основная боевая задача до сих пор неизменна. Воинская часть образовалась и дислоцировалась всегда в городе Бийске в 1959 году. 27 октября 1959 года была сформирована воинская часть для охраны важных государственных объектов. Как и ныне, воинская часть продолжает выполнять задачи по охране двух важных государственных объектов. Это Бийский Ольмозавод и акционерное общество «Алтай». Выполнять задачи помогает боевая техника. Ее демонстрация прошла для семей военнослужащих, бийских кадетов и всех бийчан. Бойцы в полном обмундировании знакомили со своим надежным оборудованием. Снайперская винтовка «Драгунова» является штатным оружием снайпера. Калибр 7,62х54Р. Прицельная дальность винтовки является 1300 метров. Оптика, ПСО – тоже стандартное все. Большое внимание получил бронированный автомобиль «Патруль». Он находится на вооружении Росгвардии России. В скором времени именно этот автомобиль отправится в зону СВО. Имеет шестой класс защиты, броня. Здесь расположено под 8 человек личного состава десант. Имеется турель под пулемет. Желающие с большим удовольствием изучили военную технику внутри и снаружи. Дети забирались в кабины и на корпусы. Не прошли мимо и полевой кухни – еще одного обязательного атрибута военных машин. На этом торжественный день был завершен. Бойцы и техника отправились к месту несения службы. Евгения Ежутова, Андрей Сегаев. Будни. Школе гимнастики «Заря» 45 лет. Ее история тесно связана с историей спортивного комплекса «Заря». Зал, где все это время занимаются гимнасты, строился специально под конкретный вид спорта. На момент открытия являлся одним из лучших специализированных залов гимнастики страны. Соответственно, очень скоро гимнасты Избийска стали лучшими в Алтайском крае и на равных боролись с сильнейшими гимнастическими центрами Сибири и даже всей России. По этим стопам идут и современные спортсмены. Мастерство они показали на соревнованиях, которые приурочили к юбилейной дате. В 1979 году был впервые открыт специализированный зал на базе спортивного комплекса «Заря». На протяжении многих лет здесь работают профессиональные тренеры-преподаватели, которые выпустили очень много спортсменов, мастеров спорта, кандидатов мастера спорта. В соревнованиях по гимнастическому многоборью участвовали более 80 спортсменов школы «Заря». Юноши выступали по программам с третьего юношеского по первой спортивные, девушки по трем программам в зависимости от возраста. Прошедшее первенство города для спортсменов младшего возраста стало первым соревнованием в этом сезоне. Победители будут отобраны в сборную для участия в первенстве Алтайского края. Эти старты пройдут в ноябре в Барнауле. Сокол, Кольцово, Бия, Барнаул. На ледовой арене «Прогресс» стартовал турнир по хоккею. В ледовые поединки вступили юноши 12 и 11 лет. На первых играх турнира побывала наша съемочная группа. Два вратаря, 10 полевых игроков, одна шайба, 15 минут и три периода. В рамках регулярного тура «Прогресс» на «Бийском льду» встретились пять юношеских хоккейных команд. Вот в этом турнире выступает команда с Новосибирска, хоккейный клуб «Кольцово». Команда «Барнаула», наша команда «Бия», ну и две команды с республики Алтай. Это у нас уже, не ошибиться, наверное, третий турнир за осенний период на арене «Прогресс», которую проводит спортивная школа номер один и арена «Прогресс». Турниры проходят интересно. Ребята бьются, сражаются. Первыми в хоккейных матчах сразились команды «Избийска» и «Барнаула». По результатам трех периодов со счетом 7-3 победу одержали бийчане. Лучшие игроки матча были награждены памятными статуэтками турнира. Сегодня на ледовой арене «Прогресс» встретились два «Сокола» из республики Алтай. Состоялись матчи между хоккеистами Новосибирской области и «Барнаула». Завершился игровой день матчем «Бия» – «Кольцова». Да, в принципе, плюс-минус уровень-то одинаковый хоккея. Кто-то в чем-то посильнее, в чем-то послабее, в чем-то, ну, на самом деле, ровненькие такие соперники. Вообще, прежде всего, проводится все это для того, чтобы дети играли. Ради детей все проводится. Для развития бийского спорта, бийского хоккея. Завтра на льду пройдут еще пять игр и определится победитель. Кроме того, данный турнир станет подготовкой для команд к основным играм. Так, часть команды «Бия» отправится в составе хоккейной команды нашего региона на всероссийские соревнования, которые пройдут в городе Искитим. Дарья Федоркина, Илья Питков. «Будни». А теперь о погоде. 26 октября в Бийске будет пасмурно. Ожидается дождь, ветер южного направления слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью плюс семь, плюс девять, днем чуть теплее, плюс восемь, десять. И это были все новости. На этом завершаем рабочую неделю. Хочу напомнить, что следующее будет длинной шесть будних дней. Так что важно, как следует отдохнуть и набраться сил в выходные. Если же вы станете свидетелем необычного или возмутительного, пишите нам в социальных сетях, либо звоните по номеру телефона 313507. До свидания.